Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 13 декабря Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного. Почему его назвали первозванным? Ну, это очень просто, потому что он был первым призванным Христом апостолом. Тот, первый, кого Господь позвал за собою. И он пошел. И стал его спутником, стал его учеником. Мы называем их апостолами. Любопытно, что апостол Андрей был назван первозванным, но вот в Евангелии о нем говорится не так много. С чем это связано? Ну, на самом деле, в Евангелии об апостолах говорится обо всех не очень много. Ну, за исключением таких, которые непосредственно участвуют в ткани евангельского повествования, как апостол Петр или, как это, неприскорбно Иуда. А остальные апостолы, в общем, упоминаются постольку поскольку. Это характерно для Евангелия, потому что Евангелие – это благая весть о спасении, которая сказана Господом. И в данном случае об апостолах им не уделяется. Как и многому другому в Евангелии не уделяется большого внимания. Как сложилась жизнь апостола Андрея после Пятидесятницы? Где он проповедовал? Вы знаете, да, апостолы все были по жребию посланы, разошлись точнее, из Сионской горницы после Пятидесятницы во все стороны тогдашней Вселенной, тогдашнего цивилизованного мира, как сегодня вы сказали. По жребию апостолу выпала Скифия и Причерноморье. Апостол Андрей Первозванный по преданию проповедовал на территории нынешней Абхазии. И опять же по преданию по русской повести временных лет он путешествовал по Днепру, дошел до того места, где впоследствии возник город Киев. Известное такое русское предание говорит о том, что он, показав на Киевские горы, сказал, что это место, на котором будет возлигнут Великий град и который просияет множеством христианских храмов. По этому же преданию он добрался еще севернее, до Новгорода, плыл по Волхову. Ну, знаете, что народ обычно предание расцвечивает всякими такими интересными подробностями события. Одна из таких подробностей рассказывает, что где-то под Новгородом он даже парился в бане. Но это, конечно, такая легенда немножко, она такая милая очень. И доказать ее или опровергнуть это невозможно. Но, тем не менее, разные предания устойчиво совершенно говорят, что апостол Андрей был, во-первых, в Константинополе впоследствии, и вот оттуда наверх по Скифии и Таврии попал даже до новгородских пределов. Но, тем не менее, апостол Андрей Первозванный может считаться самым первым апостолом, который принес слово о Евангелии, благую весть Евангелия на русскую землю. Те места, которые впоследствии стали Россией. – Правда ли сохранился крест, на котором был распят апостол? – Да, сохранился. Он находится в Патрах в Греции, там же, где находится его честная глава. И в разных местах находятся части мощей апостола, и на Святой горе Афон, и в Андреевском скиту, и в Пантелимоновом монастыре. И даже у нас в России находится, еще до революционных времен, тоже достаточно большая частица десницы апостола Андрея Первозванного. – Почему апостол Андрей Первозванный почитается у нас в стране так широко, и даже выбран покровителем военного флота России? – Ну, я уже сказал, что для Руси это ее апостол. Апостол, который проповедовал на землях, на которых впоследствии возникло и расцвело русское государство. Именно поэтому он так почитаем. Церковь в честь Андрея Первозванного была построена в Киеве уже в первой половине 11-го столетия, то есть вскоре после крещения Руси, и Петр Первый, который, как вы знаете, является отцом русского флота, во-первых, избрал апостола Андрея Первого покровителя, во-вторых, учредил орден, который был высшим орденом Российской империи Андрея Первозванного. Кстати, совсем в наше время, достаточно недавно, этот орден был воссоздан и в современной России, и тоже стал высшим государственным орденом русского государства. Вот, собственно говоря, именно поэтому, как бы, почитая роль апостола в дальнейшем усвоении и развитии христианства на наших землях. Спасибо, Владыка, до свидания, уважаемые зрители. До свидания. Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник не совсем обычный. Его события не упоминаются в канонических евангелиях, но предания о них Церковь бережно хранит до сегодняшнего дня. В канун празднования, 3 декабря, в Ульяновском храме в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина состоялась торжественная служба. Все ночные бдения здесь совершили митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Введение во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии – второй двунадесятый Богородичный праздник Церковного года. Согласно церковному преданию, родители Пресвятой Богородицы, праведные Иаким и Анна, долго не могли иметь детей. После многих лет бесчастства и молитв к Богу у них появилась дочь, которую благодарные родители назвали Марией. Они дали обещание посвятить своего ребенка Господу. В трехлетнем возрасте Пресвятая Богородица была приведена родителями в Иерусалимский храм и после этого воспитывалась при храме. Когда ей исполнилось три года, они привели ее во храм. Храм предшествовала лестница из 15 ступеней. И встретили девы с возжженными светильниками. Пресвятая Владычица, будучи трехлетней девочкой, смогла без посторонней помощи войти по этим ступеням, где ее встретил переразвещенник Захария, отец святаго пророка, претечий креститель Господни Иоанна. Первосвященнику Захарии было дано откровение от Господа, и он ввел Марию в святая святых – место, куда разрешалось ходить лишь первосвященнику один раз в год. С этого необычного для современников момента началось великое служение Божией Матери. 4 декабря, в день праздника, митрополит Лонгин и епископ Пахомий совершили божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе. За богослужением была совершена хиротония воспитанника пятого курса Казанской духовной семинарии Сергия Антонова в Сан-Диакона. Во время проповеди митрополит Лонгин обратил внимание верующих, что праздник введения во храм Пресвятой Богородицы готовит православных христиан ко встрече Рождества Христова. Вчера на всеночном денье впервые прозвучали слова рождественских песнопений. «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите», то есть встречайте. Мы готовимся к тому, чтобы встретить Рождество Христово. Эта подготовка включает в себя и особый рождественский пост, который сейчас идет. Время, когда мы должны проявить и воздержание в пище, воздержание в каких-то страстях, избегать злых и неправедных поступков. Епископ Пахомий тепло приветствовал митрополита Лонгина и симбирских прихожан и поздравил их с праздником. Этот праздник не просто радость, утешение, это праздник году 10-й. Я бы так сказал, что это праздник церковности, это праздник наших храмов. Матерь Божья своими родителями благочестивыми была введена в храм для того, чтобы научиться служить Богу. Каждый из нас тоже в юности, в зрелом возрасте, кто-то в младенчестве или даже в старости пересекает церковный порог, вступает в храм и начинает путь воцерковления. Путь долгий, трудный, который длится порой всю жизнь. Но без церкви, без храма, без церковной жизни, без богослужения мы, наверное, вряд ли могли бы в полной мере называться христианами. Мне хочется, дорогие братья и сестры, пожелать, чтобы каждый из вас действительно для себя открывал наше богослужение. Эту сокровищницу, этот великий дар, который Господь нам дает, чтобы мы его берегли, ценили, развивали, приумножали, благоукрашали наши храмы. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. 6 декабря отмечается День памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. В этот день в 1263 году состоялось погребение во Владимире великого князя Александра в схеме Алексия. В День памяти святого праздничные мероприятия проходят по всей стране. Митрополит Симбирский Новоспасский Лонген совершил божественную литургию во временном храме во имя святого Александра Невского в Засвияжском районе Ульяновска. Затем был совершен молебен святому князю. Во имя Александра Невского в 1841 году был освящен предел Троицкого кафедрального собора. В течение нескольких лет этот храм носил имя святого Александра Невского. Он был возведен в память воинов, положивших жизнь за Отечество в войне 1812 года и разрушен в 1930-е годы. Временный храм в честь святого князя был построен и освящен в 2010 году. Поскольку он не может вместить всех прихожан, сегодня рядом с Временным строится новый, каменный, более просторный Александра Невский храм. По окончании богослужения владыка посетил место строительства нового храма, который сможет вместить гораздо больше прихожан и станет настоящей же мчужиной района Дальнее Засвияжье. В центре «Патриот» состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию года Александра Невского на территории Ульяновской области. Митрополит Лонгин поблагодарил правительство Ульяновской области, администрацию города Ульяновска и всех, кто потрудился в этом году в организации мероприятий празднования 800-летия святого Александра Невского. Управляющий епархией назвал одним из самых значимых дел этого памятного года начало строительства храма Александра Невского в Ульяновске. В течение всего года мы вспоминали жизнь святого Александра, стараясь ответить на вопросы, какие примеры мы можем извлечь из жизни этого человека, его служения, насколько они для нас актуальны и могут ли они помочь нам в нашей сегодняшней жизни. Если мы будем относиться к любому делу нашей жизни, как к служению, если мы будем стараться совершать с полной ответственностью его не только ради себя самих, а ради блага наших ближних, если будем искренне сопереживать тем, кто рядом с нами, сам Господь будет помогать нам в наших трудах. Вечером этого же дня митрополит Лонген совершил чин-основание нового каменного Александра Невского храма в Засвиярском районе Ульяновска. Чин-основание совершается, когда устроен фундамент нового церковного здания. Во время этого чина молятся о том, чтобы Господь благословил труды делателей и начало строительства Дома Божия. В фундамент храма устанавливается специальная капсула с грамотой, где указано, когда, в честь какого праздника или святого, при каком представителе церкви и епархиальном архиереи, усердием каких благотворителей возводится храм. При совершении чина-основания присутствовали прихожане и благотворители Александра Невского храма, представители государственной и муниципальной власти. В их числе губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Императорского православного палестинского общества, председатель Наблюдательного совета Госкорпорации Фонда содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Ребухин. Губернатор Алексей Русских приветствовал собравшихся и отметил, что закладка храма – достойное завершение года празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в Ульяновске. Я хочу поблагодарить всех сопричастных к этому событию, строительству этого храма, а также всех, кто принимал участие в более чем 1800 мероприятий, которые были проведены в этом году в Ульяновске и Ульяновской области, посвященные уникальному памяти святого Александра Невского. КОНЕЦ